Раз, два, три, четыре, 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 четыре. Вдох глубокий, руки шире, бодрость духа явно присутствует. А вот грацию и пластику эти ребята оттачивают на утренней гимнастике. С секретами эффективной зарядки с детьми делится педагог Яна Кондратенко. В этом году она руководит четвертым отрядом, но с удовольствием. Каждый день занимается физической культурой со всеми школьниками. Нельзя детей оставлять без физической подготовки. Поэтому каждое утро мы, конечно же, проводим с детьми утреннюю зарядку. Ну и помимо нашего плана основного, где есть мероприятие направленное на спорт, мы стараемся еще и дополнительные занятия проводить, связанные с физической культурой. В первой смене лагеря дневного пребывания лицеиста дыхает порядка сотни детей. Организовано четыре отряда по 25 человек. У каждого свой воспитатель. Главная задача педагогов – грамотно организовать досуг детей. Поэтому все по расписанию. После вкусного завтрака ребята отправляются в игровые комнаты, где занимаются творчеством. Так как у нас художественно-технический лицей, то и направленность у нас больше художественная. У каждого отряда свой план работы. И это и посещение библиотеки, и посещение КЦ, и экскурсии в Москву в различные музеи, ну и внутри отрядные какие-то мероприятия. За две недели пребывания в лагере ученики уже побывали в музее леса и деревянной игрушки, а также питомники служебного собаководства. В планах у педагогов посетить еще несколько экскурсий. В списке в том числе и палеонтологический музей Орлова. Я не первый год в лагере, я уже второй. И мне здесь очень нравится, потому что мы ездим на экскурсии. В музеи, в историко-культурные центры, в библиотеки. И узнаем много нового. В лагере интересно, весело, можно всегда поиграть, а то дома сидеть скучно. Такая насыщенная программа предусмотрена во всех школьных оздоровительных лагерях дневного пребывания. Их в районе работает 19. Первая смена завершится 30 июня. А вот вторая и третья будут организованы уже на базе дошкольных учреждений.